Исторический центр, французский бульвар, Лонжерон, Аркадия. Одесса стремительными темпами застраивается. Аркадия, когда-то одно из любимейших мест отдыха одесситов, где в летний жаркий полдень можно было посидеть в тени деревьев, сегодня является одной сплошной строительной площадкой. И несмотря на протесты одесситов против беспредела строителей, власти делают вид, что у них нет никаких полномочий для решения проблемы. На одном из минувших аппаратных совещаний в мэрии до властей вдруг дошло. Строители, уродующие Аркадию, нарушают закон. И от утвержденного проекта отклонились. И вообще, строят несколько не то, что планировали. Геннадий Труханов показательно гневался прекратить работы. Но вице-мэр Вячеслав Шандрик ответил, Кабмин наложил мораторий на проверки контролирующими органами. Сейчас только по постановлению прокуратуры. Пока все заинтересованные лица перекидывают ответственность друг на друга, аквапарк, которого там по проекту быть не должно, вовсю строится. Туда-сюда сноют рабочие. Техника поднимает в небо облака пыли. Одна большая строительная площадка. О курортной прибрежной территории говорить не приходится. Очертания будущего аквапарка уже не скрыть. И теперь убрать этого монстра будет ой как непросто. Даже простые одесситы это понимают. Очень застраивается Аркадия сейчас. И мы, одесситы коренные, не привыкли к такой застройке. Всегда в Аркадии было много места, много воздуха. Там, где сейчас застройка идет, там хорошо было поселить коврик и полежать. Много было зелени. Меня это всегда возмущает. И Аркадия все становится грязнее, грязнее. Я не понимаю, как можно застраивать так, что идешь по аллее и не видно море. Это категорически недопустимо. Почему власти это допускают, я не понимаю. Я, к сожалению, день не плагает миром. Это ужасно. И Одесса теряет свой именно вот этот колорит. Мы привыкли к тому, нам тот больше нравился, чем сейчас. Но это для молодежи сейчас, современно. В прошлом году, когда началось уничтожение Аркадии, одесская общественность уже предупреждала, это плохо закончится. В том числе протестовали на месте строительства. Патриотические организации говорят, они всегда будут бороться с беззаконием. Основная задача самообороны, с того момента, как она создалась, это защита граждан Одессы в их мирном стремлении, в законном стремлении, чтобы здесь город нормально развивался. И любые проявления агрессии со стороны власти или невласти, или незаконных каких-то действий со стороны власти или других субъектов, мы, конечно, всегда будем стараться пресекать и поддерживать граждан, которые будут бороться с любыми незаконными проявлениями. Город застраивается и явно не в интересах горожан. Городская власть использует Одессу ради своего собственного благополучия, оплаченного навсегда утраченным обликом города. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания Круг.